Юль, у нас же сегодня будет Хасай Алиев, да? Да, конечно, и его видно уже, аватарка появилась на экране, конечно же, а вот и даже он. Здравствуйте! А вот и он, безусловно, и у нас замечательная тема, очень прям замечательная тема. Мы с ребятами накануне, в среду разбирали тему кто или что такое личность. Вот мы действительно прям разбирали с пониманием на самом деле, примеряя даже к себе. Добрый-добрый, Александра присоединяется, прекрасно. И мы пытались прям понять, какими характеристиками обладает личность, да? Как мы человека, по каким критериям мы можем оценить, насколько это личность человек, делали примеры, и каждый примерял ее на себя. И как раз после этого буквально вчера, да, Хасай, да, по-моему, у нас возникло, то есть в переписке о том, что супер, да, добрый, супер, так давай теперь обсудим. Есть личность, а есть патриотизм. Есть патриотизм, а есть машина, например. Да, есть машина. И вот как раз вот... То есть мы вчера с уважаемой Юлей обсуждали вообще нужно понимать, что патриот должен быть личностью или он должен быть исполняющим механизмом. Да, и я очень тоже начала, скажем так, эту тему прям зацепилась и начала ее раскручивать. И давай, вот что такое, да, вот начала потихонечку разбираться. Вот что такое патриот и патриотизм? И мы привыкли, что патриот это только, ну, как вот любовь к родине, да, у нас есть такое вот понятие, что любовь к народу. А я поняла, что для себя сделала выводы, что патриот это даже просто тот, кто любит свое дело. И ключевое слово здесь именно любит. Вот я хочу сразу сказать кое-что. Можно? Да, конечно. Так. Самое главное в любом вопросе, особенно в том, который кажется человеку новым, который будут обсуждать, главное определиться в понятиях. потому что вот в тюрьме, например, живут по понятиям, в религии живут по вере, в науке живут по научным определениям понятий. Вот, например, если бы Христос, например, в ответ на то, вы говорите, учитель, все время ближний, ближний, люби ближнего. А кто такой ближний? Если бы он не рассказал притчу о самарянине, никто бы не понял, что ближний для христианина это всякий человек, независимо от земли, языка и веры. А у идеев кто ближний? Если бы это не было написано в Ветхом Завете, никто бы не знал, что для у идеи ближний это у идей. А для личности кто ближний? Для патриота кто ближний? Надо определиться в понятии, кто такой ближний, потому что мы одновременно и христиане и в исламе находимся, мы буддизм читаем, йогу читаем, индийскую, читаем, например, что атман есть брахман, нет ничего выше брахмана, но красивее брахмана, махат. А что такое мы не понимаем. Надо же определиться в понятиях. Я в завершение скажу, Илочка, и потом вам снова передам слово. я был на конференции в Министерстве образования много лет назад и до моего доклада делал доклад из Америки один профессор. Дело в том, чтобы объясниться на каком-то новом материале нужны метафоры, аллегории, аналогии, притчи, исказания, чтобы донести до человека что-то. И он пытался донести до нас с помощью метафоры. Метафоры. Это упрощение до близкого до нашего понимания какого-то фигурального языка. И он так это прекрасно сделал. Я что имею в виду прекрасно? Он показал на теннис на мячике, мячике, как его крутят, как его раскладывают, как работает наш мозг. Но он немножко переборщил в том смысле, что он так упростил, что я до сих пор мячик-теннис не помню, о чем он говорил, забыл. Фокус внимания был на мячике. Я показал, что на мячике показал, я понял, что надо близко к этому где-то говорить. Вот, например, я вам покажу сейчас учебник, к которому мы потом вернемся. Физкультура профессора Анатолия Петровича Матвеева. И там есть синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Я вам покажу еще, для того, чтобы мы потом к этому вернулись, я готовил Марс-500. Это испытатели международной космической программы, которые на год уходили на бесконтактный, так сказать, карантин. мы к этому вернемся. Но просто я хочу сейчас сказать, что нам надо определить язык, потому что когда мы будем сейчас возвращаться к патриоту, как человеку мыслящему и чувствующему, это не машина, которому сказали вперед, и он не знаю, куда, чего, вперед, и поэтому бывают случаи, я был когда Чеченскую войну там проходили, я готовил там военных, там и получалось, что один пьяный напьется, и другой пьяный напьется, ну, такое бывает, бывает, и два вот этих вот взвода или соединения по их командам пошли бомбить друг друга, но стрелять, и поубивали друг друга, потому что пьяные командиры были, вот, ну, короче говоря, дело, я, видите, я вот как бы примеры привожу, такие, а на самом деле я уже себе представил, чтобы вы поняли, что я космосом занимался, что я был на конференциях, я привожу разные примеры аналогии, и теперь последний приведу, и Юлечке слова передам, слушайте меня внимательно сейчас, есть всегда новый какой-то язык, на котором люди разговаривают, например, у меня есть нейрокибернетика, энерго, энерго, экономика личности, когда человек сохраняет свою молодость, вот я старичок такой, с регалиями, но в принципе я достаточно энергичный, счастливый человек, счастливый человек, и как я этого добиваюсь, что меня иногда называют перпетум мобили, это вечный двигатель, то есть я все время работаю, я все время пишу книги, я все время рисую картины и так далее, да, как это получается, вот энергоэкономика личности, о которой мы потом прикоснемся, вот этот учебник по физкультуре, к которому мы прикоснемся, и подготовки космогавтов, мы прикоснемся, это все имеет отношение к патриотизму, я потом скажу, с какой стороны. Отлично, такую, как бы сделали затравочку и все теперь будут ожидать, но когда же нам это расскажут, то есть такая вот интрижка, мы сделали с вами маленькую интрижку. Понимали, что это язык надо сначала определить. Да, и я, наверное, все-таки, давайте попросим, кто смелый, кто готов, вот тут ребята включаются, да, то есть в первую очередь, давайте услышим, да, прежде чем мы все-таки как взрослые, да, со своей колокольни будем говорить, ребята, подростки, сфера роста, луч, кто у нас здесь есть, как вы считаете, кто такой патриот и что такое патриотизм? Вот, как всегда говорится, уста младенца, да, для ребенка, это истина. Вот давайте-ка услышим. Ребят, кто готов? Включайте камеру, Дань, твое мнение. Ну, патриот это человек, который делает для людей многое. еще. Для любых, или для кого? Или своей семьи, или своих хвостей? Я думаю, для любых людей делает многое, чтобы люди поняли, как это важно, рассказывает, или что-то очень интересное, важное в жизни, что надо делать. спасибо, Дань. А это вы же в какой стране он находится? А? Патриот, это который для своей страны только болеет и страдает, и старается, или ему не важно, в какой стране он находится? Ему, мне кажется, не важно, в какой стране он находится. То есть, он болеет за все человечество, да? Да. У него все масштаб личности. Да, то есть, Даня Мослик масштабно. Спасаем весь мир. Да, спасаем мир ради мира. Да, во всем мире. Отлично. Я еще вижу Василий. Я готов. Давай, Вась. Для меня, извините, камеры нету. Ничего страшного. Давай. Для меня патриот это человек, который готов вкладывать все свои силы для достижения определенной цели. И, соответственно, как бы эту цель преследует определенное количество людей. То есть, не для всех, а лишь для того круга, необязательно страны, просто там, ну, какое можно привести пример? Семья. Ну, семья, там, кружок какой-нибудь по интересам, да. Он будет делать все, чтобы там, допустим, либо кружок развивался, либо там в семье все было хорошо. Вот такого плана. Ну, потом, фирмы, например, вот они там делают какие-то теннисные мячики, продают, и он патриот своей фирмы, да. И он готов отстаивать интересы. Готов, да, отстаивать, он готов вкладывать все свои силы в это. Умеет заинтересовать людей, в общем. Какое отличное понятие патриота. Для каждого звучит по-своему, а то сегодня это патриотизм и... Отлично. Анику вижу, давайте дальше еще. Аника, ну-ка, подскажи твое мнение, что такое патриот или патриотизм? Ну, патриотизм это чувство любви к стране, к человечеству. Это патриот такой человек, который любит других людей и всегда готов помогать и который ну, понимает, что ну, что хорошо и что плохо для человечества. Добро и зло, да? Да. Ага, прекрасно. Я вижу еще Машу и Марусю здесь. Кто готов высказать свою точку зрения? Марусь? Или Маша? Вот, я еще вижу тут Нина и у ней парень рядом сидит. Ну-ка, парень, подскажи-ка, пожалуйста, не знаю, к сожалению, пока еще как зовут. Представься, как тебя зовут и как ты думаешь, что такое патриотизм? Как зовут тебя? Мирослав. Юрослав. Мирослав. Мир. Мир. Как раз Мирослав. Прям вот точно. Мир, мир. Мир, мир. Мирослав, ну-ка подскажи, что такое патриотизм или патриот? Он любит что? Патриот. Я не знаю. А как ты думаешь? Вот у нас уже было два. Широкий такой патриот, который любит все человечество, хочет мир на планете, сохранить разум на земле и узкое определение. Например, патриот своей фирмы. Да, и мир. Вот Маруся поднимает руку. Марусь, давай. Я думаю, то, что патриот это тот, кто не просто, тот, кто именно верен своей стране, тот, кто готов вкладываться в, ну, точнее, не страну даже, а родину. то есть это может быть родина, это же не только страна, это у кого-то города, верен, в общем-то, своей родине, он готов вкладываться, вкладывать деньги, время и тому подобное, то есть отдавать ресурсы. То есть и на самом деле это работает даже так, то, что человек готовит просто так, просто потому, что она дала ему землю, дала любовь и так далее, ну, в общем-то, да, то, что кто верен именно, то, что... Верен чему? Пространству, стране, земному шару, или вот вы сказали, что вы говорите о том, что он сердечный, что он искренний, что он... Да, сердечный, сердечный. А вы эту сторону взяли? Да. Да, это родина. Кому родина? Что для вас родина в данном случае? Для меня родина, это там, где я провела большее время своей жизни. Да, вот у меня есть картина, я нарисовал дедушкин дом. Я там провел все каникулы у дедушки дома. Там речка, там садик, там лавочка, на которой дедушка сидит. Там озеро вузовское, за которым вуз, там, сельскохозяйственный институт через озеро видно. и улица, по которой все проходят. Родина, получается, это дедушкин дом? Да. Или Акчхалав, который я родился, или Дагестан, которая республика, или Советский Союз, или Россия. Вот то именно для вас Родина, потому что это может быть и Махачкала, и так далее, и просто и дом может быть Родиной. Это как бы само собой для каждого свое, в общем-то. То есть это вот некие теплые чувства, которые ты испытываешь по этому, по отношению. То есть вот то, что ты сказала, любовь и мир. То есть Маруся больше за любовь, за мир, то есть то место, которое тебе дарит это. Я правильно понимаю, да? И ты за это должен бороться, и ты готов это отстаивать, чтобы сохранить этот мир и любовь в этом месте. Отлично. Марусь, спасибо тебе большое. Кто еще из ребят есть, и мы можем дать слово тогда взрослым. Кто еще есть из ребят? Ребят, проявляйтесь. Пока не видно. Взрослые, друзья мои. Вот, может, у Мирослава что-нибудь какое-нибудь с вами не привезут. Ну, пока, подождите, пока пускай Мирослав раскачается. Вот, дорогие взрослые, может, кто-то расскажет свою точку зрения? Что же все-таки такое патриот и патриотизм? Можно я? Конечно. Ну, нас с детства приучали, да, что патриот вот прям своей страны именно приучали. Мне кажется, патриотизм это вот такой сердечный какой-то, правильно сказано, сердечный отклик на то место, те традиции, ту душевность, в которой ты будешь себя чувствовать комфортно. Сейчас с возрастом уже приходишь к тому, что надо быть, наверное, человеком мира, полюбить этот мир, эту планету, чтобы не было вот этого вот, этих войн, да, каких-то косых взглядов на другую страну там, или на другую нацию. Это, наверное, сложно, да, когда вокруг разжигаются там всякие растры межнациональные, но к этому, наверное, нужно стремиться. А может быть, это, вы скажете, утопия. Мне кажется, это хорошо, когда будет, мы будем жить в гармонии в мире друг с другом, когда весь, вся планета будет нашей родиной. Мы будем ощущать всегда планету и дальше во вселенную и родину. Нина поддерживает, получается, Данила, который сказал, что если мир, то во всем мире. То есть, смотрите, у нас уже два человека склоняются о том, что все-таки патриот, это который готов протянуть, да, то есть, вот это вот создать всеобъемлющую любовь, да, и благодаря этому сделать мир во всем мире. Хасай. По-юдейски, по-христиански, по-исусски, это и есть быть человеком, любить ближнего. Это же и есть любив тех, но это и есть. Поэтому странно, конечно, с этой точки зрения, по-христианам воюют. Это странно, это вообще странно, потому что... Друзья мои, выключите микрофон, у кого пока он не включен, потому что слышно, как кто-то пьет чай. Пожалуйста, отключите. Нам было удобнее говорить, не напрягаться, сильно свои связки. Да, согласна, конечно же, по Библии, да, возлюби ближнего, как самого себя. И опять же, понимаете, вот все, что мы говорили, говорили ребята, мне кажется, ключевое у патриотизма, независимости, куда, что направлено, ключевое слово и эмоции, и чувства, любовь. Человеку, да, человек может быть там, человек может быть здесь, человек может быть на Луне. Полетел на Луну, космонавт, да, ну вот я просто удивленно, неудивленно восторжен, что у вас ребята такие думающие, такие сердечные, такие масштабные. Вот я просто очень рад, что мы встретились. Но я всегда и говорю, что если такие вот люди есть, то в действительности нас ждет прекрасное будущее. И то, что мы имеем сейчас, конечно же, оно есть, и никуда от этого не деться, это реальность и действительность. И, наверное, вот как раз вот в таких вот реальностях мы четко начинаем осознавать слово личность. Здесь, судя по тому, что было написано в древнеиндийской философии и в других философиях, есть одно но. Вот я хотел бы его сказать, когда мы о приверженстве человека к какому-то делу, к профессии, к деятельности. Ну, допустим, там у Кришны спрашивают, Арджуна, вот ты говоришь, там любить и так далее. Вот я, говорит, военный, а мне что делать? Я же, говорит, военный человек, как я могу любить? Мне же надо там на войне быть. Он говорит, если ты воин, будь как воин, исполняй свой долг. То есть тут надо немножко, как бы, когда мы говорим о патриотизме, понять, почувствовать, услышать, кто нами сейчас этим словом манипулирует. Потому что, если, допустим, приверженцы войны любой начинают говорить слово патриотизм для того, чтобы нас туда вовлечь, мы должны соображать, мы должны быть не только сердечными, не только соцзвуком, мы должны быть думающими, как и сказали, вы сами сказали об этом, человек должен быть мыслящим, хомо саппенс, человек разумный, правда же? Да. То есть он должен обладать не только горячим сердцем, чистыми руками и ясным трезвым умом и школьным мышлением. Вот это все должно быть, вкладываться. У вас же школа чудесная такая, я тут смотрю, луч, это вообще прекрасный руководитель. Как раз мы коснулись вопроса, вы правильно сказали, что нужно уметь контролировать эмоции, но эмоции настолько сильны, то есть и человек единственное, чем не умеет управлять своей жизнью, он не умеет как раз управлять своими эмоциями, потому что эмоции дают ту энергию, а особенно если мы говорим, даже избыточная любовь, это плохо, избыточная ярость, это тоже плохо. То есть любая избыточная, то есть она дает такую энергию, что у человека просто, что называется, знаете, как есть такое выражение, упала-забрала, да, он такой... Ну, девушка понимает, влюбилась и все, критика снизилась. Юль, простите, я вот тут хочу влезть, но как бы это же особенность человека, то есть если это мешает человеку общаться и так далее, он может соединить. Величайшие гения, они никак не сложились, в конечном счете, Тесла умер нищим. А теперь вопрос. Если патриот любит свою родину, готов отдать за нее жизнь, командир у него, допустим, широкий такой, как мы говорим, и теперь делает из патриота миролюбца, есть же такие войска, которые добропорядок устраивают, которые между разными воюющими сторонами. Крестоносцы и... Голубые каски. Да-да-да, голубые каски. Миротворцы, 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 вот оно, вот оно, миротворцы. Конечно, есть, конечно, есть миротворцы, ведь человечество все придумало для того, чтобы в конечном счете не взорваться. Потому что сейчас на пике вот этих вот переходов потребления энергии к другой, сейчас идет вот цифровизация, вот сейчас в этом, в точке перехода, в точке в реальности, люди опять все растеряны, потому что не знают, как быть. Вот сейчас некоторая часть людей боится цифровизации, потому что их могут закабалить этим. А другая часть людей думает, вот это же здорово, мы теперь вместо рублей в карманах, которые переносят инфекцию, будем носить в телефоне циферку и все прочее. И вместо подписи будем просто показывать там картинку пальца своего. Ну, много вот у нас всего. Лишь бы циферку не в голове носить. Да. Это неинтересно. Оптимизация, оптимизация. Раньше камень носили вот такой вот из доп. Потом вагон такой, чтобы за этот камень курочку получить в обмен. А потом стало это монеткой, рублем, а потом стала циферкой. А теперь эта циферка еще там потом чем-то станет. И каждый вот этот переход в эпохах сопровождается растерянностью людей, которые пользуются манипуляторами, которые более уверенно что-то говорят, а другие люди думают, ну, раз он говорит уверенно, значит, знает, что говорит. Из-за него. Ну, это обычная массовая психология толповая, крикушиство называется. Вопрос заключается в том, что человек, патриот, патриот, в первую очередь, в первую очередь, мы патриоты, мы все вышли из детства, мы, конечно, патриоты само себя и любим свое детство и своих родителей. Конечно, это самый ближний, как говорится. Мы любим своих дедушек, бабушек, как можно их не любить. Это вот это и есть культура, когда младшие уважают старших. Если младшие и старших уважать не будут, тогда связи между поколениями не будет. Связь рассыпется и у людей не будет исторической памяти. А если у человека памяти нет, то кто его линия вот эта вот человечества, потом его культура происходит, из того, из его бабушек, дедушек, из его предков и так далее, и так далее, и так далее. Все глубже, глубже, глубже. Вот это родовая такая у него. Если у него этих корней нет, какой он патриот может быть? Это Манкурт называется. Вот Кахакслио точно так же есть Бритбери, Шекли, тот же самый Стругацкий. Ну нет, у Стругацких все же этот пикник на обочине скорее говорит о Я, кстати, не понял, о чем там рассказывается на самом деле. Ну, зона, там, всякие эти разборки с артефактами. речь идет о том, что вот когда появляется какая-то ситуация необычная, которой люди еще не имеют ни культуры, ни знаний, ни адаптации, и вот эта зона появляется, допустим, ну, непонятно, что за явление. Появляются некоторые люди, которые умеют ходить в эту зону. Вот очень такой случай там описано, это же есть еще в сумме технологии, автор этот величайший фантастик. Ну, мы сейчас вспомним, там домик был, в котором исполнялись желания. То есть, человек туда уже входил, и его желание исполнялось. и туда сталкеры вот эти вот водили этих людей и предупреждали, смотрите, там истинные желания исполняют. Не вообще ваши желания, а истинные. Вы не боитесь туда пойти? И вот этот проводник в эту зону, который необычными возможностями обладал, предупреждает человека, и он говорит, да нет, нет, я не боюсь, я знаю, чего я хочу, я хочу там оживить своего брата, который погиб, там, или еще чего-то. Ну да. И вот он его приводит туда, а там на самом деле истинные желания исполняются. И вот он думает о том, как оживить брата, а оказывается кругом мешки золота. Да. Но это же какая вещь, вот теперь культура может быть без того, чтобы человек имел не только сердце, он должен иметь еще и самосознание, то есть искренне с самим собой. Ну да. Может быть культурным патриотом. Ну там же главный герой, допустим, этот Ред Шухарт, он же начал потом размышлять, что им все помыкали, как бы и вот допустим, что в этом случае является для него закончилось, является что, патриотизм или что-то? патриотизм. Патриотизм. Он был патриотизмом по сути своей зоны. Он как бы ее знал, но опасался. Он как бы всегда был рад, что вернулся оттуда, потому что никогда не известно, что может произойти. Вот это очень интересно. И океан тоже самое, да? Да. То же самое, который вот сознательный океан, который вот, ну, сейчас мы выйдем потихонечку из этой темы, приблизимся к нашей основной, но мы очень интересно с вами сейчас разговаривать. У вас такая школа интересная. почему школа? Я сам все прочитал, прослушал что-то, что-то прочитал на собственной инициативе. Так это и есть интересное, что люди собираются в вашей школе самодостаточные, думающие, широкие. А, сфера роста. Да, у нас луч и сфера роста. Здесь у нас две, то есть есть сфера роста и луч. Меня просто смутило название школы. Ну, у нас, да, луч, школа, марафон и сфера роста это наша территория. Но и там, и там собираются ребята, которые именно как бы мы занимаемся личностным ростом. Да, и опять я возвращаюсь к тому, когда мы все это слышим, сразу надо задаться вопросом. Вам показалось, что школа слово это вот именно там, где что-то формируют? Ну, в принципе, да. Да, я имею в виду вообще школу, но школа широко в смысле слова, поэтому это понятие, как интересно. Сегодня нашим людям не совсем понятно, что такое школа. В моем понимании сейчас это как бы формируют обучение, воспитание. Это нудные учителя и постоянно как бы напряжение. Ура! Вот через понимание вот таких банальных слов, как бы привычных для нас, объясняясь между собой, что вы думаете, что это означает, люди начинают понимать друг друга. Это и есть взаимодействие. Потому что если бы мы сейчас не коснулись, а что такое школа вообще, мы поняли, что мы имеем в виду. Поэтому основная ошибка вообще это это что человеку кажется очевидным, другому вовсе так не очевидно. И это основная ошибка, когда люди комменты пишут, посмотрят, о чем мы сейчас говорим, и кто-то вот не выспавшийся или под магнитными бурями, которые не в курсе дела, что они влияют на нашу раздражимость и так далее, напишут, что-то там ерунду какую-то болтают, там вовсе ничего интересного нету, о школе говорят, кто не понимает, что такое школа, ну раз напишут там какую-то ерунду, не вдумавшись. Либо скажут заезженное слово патриотизм, что его мусолить, сколько можно? Да, да. Люди не подевают, просто говоря о школе и говоря о патриотизме, сколько людей сгубили. И сколько людей сгубили не сегодня, я имею в виду, я имею в виду, во всех веках, во всех веках призывом любить родину, любить мать свою родину и так далее, потом приводилось благими намерениями. Касай, как вы думаете, а можно заставить кого-то любить насильно? Это будет истинная любовь? Нет, вот теперь давайте определим, что такое любовь и что такое истина. Вот давайте спросим, кто думает, кого есть мнение, что такое истина? Взрослые, включите. По-моему, истина это правда, то есть та самая правдивая правда. Эльдар это у нас включился, молодец, самая правдивая правда, отлично, у кого еще есть мнение, ребят, включитесь, пожалуйста. Друзья, правда, что такое правда? Маруся, помогай, Маруся, давай. Я думаю, что истины на самом деле в этом мире не существует, так как уже достаточно давно так понятно, что любое мнение можно оправдать. то есть как и сказать то, что это неправда и обосновать, почему это неправда, так и сказать то, что это правда и обосновать, почему это правда. То есть везде есть противоречия. Поэтому так-то истины, я считаю, в этом мире не существует. Истины есть относительные. И нет, да. Абсолютно. Вот надо просто из науки философии я говорю, потому что относительные истины это по любому поводу. Истина в контексте. Да. Если мы знаем о чем речь, если мы знаем определение понятий, доказательств, мы понимаем о чем речь. А так просто сказали школа, патриотизм. Каждый думает так, как он думает. И он думает, что так думают все. А все вовсе не так думают. В этом вся проблема. Поэтому, когда мы вот собрались сегодня и стали разбирать, что обозначает что, мы вдруг увидели какие-то разные мнения. Вот это и есть то, что объединяет и развивает людей вместе. А мы еще истина и любовь не разобрали слово. Кто как понимает любовь? Еще кто может сказать? Вот истина мы поняли, да, что все-таки. А любовь? Взрослые тоже можете включаться? Что-то у нас взрослые прям отмалчиваются. Вот смотри, да, Хасай, насколько вот, наверное какие-то... Они думают, они думают. Да, что... У них ответственность перед словом. Ребенок может сказать, не задумываясь, любовь это я, когда люблю маму, или любовь, когда я люблю мороженое. Но он сразу может сказать. Потому что чувствами. Он будет говорить своими чувствами. То есть любовь... А взрослый начнет мозгами. Ну-ка, дай-ка я... У него есть ответственность перед словом. Он научен, что каждое слово имеет смысл. Вес, да. Да, конечно. Он боится ошибки. А вдруг у него может быть эго, у него может быть страх ошибки, у него может быть комплекс самоутверждения. Он хочет сказать так, чтобы его уважали. А пьяный напьется, ему пофигу, что он говорит. Язык развязался. Ну, взрослый, пожалуйста, все-таки скажите, что такое любовь? Дети-то точно нам сейчас скажут, подростки. Взрослые, а вы? Что такое любовь? Я могу сказать, любовь, это когда ты привязываешься к чему-то приятному, к чему-то любимому, то, что тебе нравится. И ты это любишь, да. Ну, то есть, когда ты думаешь, вот ты влюбился, допустим, когда ты о ней думаешь, все окрашивается божественным светом, тебе на душе так легко, так хорошо. Вот идеализация. Любить – это идеализировать. Дети пишут, любовь – это душевный отклик. Да, правильно, правильно. Взрослые включились, вот смотрите, взрослые не говорят, а пишут. Я готова тоже сказать. Да, конечно, конечно. Ко мне, мне сейчас в потоке пришло такое определение, что любовь – это есть я в моем проявлении в этот мир. Я в моем проявлении в этот мир. Вы философ, но вам надо как-то объяснить, пожалуйста, что вы имеете в виду? Проявление. Проявление, да. Да, слово проявление. Что такое проявление в вашем понимании? Что такое я? Да, о, кстати. Отличный вопрос. Я – это я, Ильюра Мамедова, и все, что мне дано, я проявляю и отдаю в этот мир своей всеобъемлющей любовью. И поэтому для меня это любовь. У меня есть знания, есть опыт, есть навыки, есть чувства, есть эмоции. И все это я проявляю в этот мир именно из своего сердца. То есть, вот, любовь – это мое проявление в этот мир из сердца. Поэтому любовь – это есть я и мое проявление в этот мир. Смотрите, у нас сейчас уже время. И мы все это время только занимаемся и выясняем понятия, на которых мы собираемся говорить о изобретении, которое поможет человечеству. мы до него даже не то, что не добрались, мы даже не определились, кто мы такие, чего хотим и как это называется. И поэтому, когда я там заявил, что есть изобретение, изобретение века, озарение по заказу, что ты ложишься спать, например, или ты просто отдыхаешь, заказал себе сделать изобретение, и через некоторое время бах, и у тебя появился ответ. А можно я прочитаю, тоже очень интересно написано будет. Смотрите, любовь – это искреннее и деятельное пожелание блага объекту, в том числе вопреки собственной корысти или эгоистичным интересам. Ну да, вот ради любви к ребенку мать жертвует собой. Конечно. И вообще любовь, когда ты бескорыстен, потому что там, где есть почему ты что-то делаешь, там уже любви меньше. А любовь – это безусловная способность отдать, сделать, дарить, совершенно не задумываясь, что тебе за это будет. Армянская поговорка – «Делай добро и бросай его в воду». Да, да. А вот у нас здесь в гостях Борис Каневский из Израиля. Да, я привык спрашивать, это наша школа чек-будущего, почетные участники с вашей школой сейчас. Я всегда, Борис, когда мы встречаемся в эфире, спрашиваю, Боря, как дела, как погода? И всегда знаю, какая погода в Израиле. Жарко у нас. Жарко, да? Жарко. Понятно. Жарко и душно. Влажность высокая. Но это пройдет. Главное, что сейчас прошли все проблемы, которые сопутствующие вокруг. Это основное. Да, это правда. Главное, чтобы все это закончилось. Даня, руку поднимается. Вопрос или что у тебя? Я хотела ответить на что такое любовь. О, давай, Дань, пожалуйста. Я думала, что любовь это, когда человек делает что-то любимое, свое, либо что ему нравится. Ага. Ну, то есть, приятно ему, да? Вот это любимое мы связываем с ощущением эмоций и приятности, с чувством приятности, то есть, комфортности, да? А как же некоторые поэты говорят, любовь это смерть? То есть, любит, до смерти любит, да? Или как это? Как понять вот эту метафору? Да. То есть, или не может жить без этого? Вот в этом смысле, да? Да, скорее всего, то, что надо любить каждый момент жизни. Вот и поэт. Да. правильно, потому что жизнь это бесценный, неповторимый дар природы, который понимает только с возрастом, который понимает только, когда человек уже сил не имеет. И вдруг он открывает утром глаза и он говорит, боже, какое счастье, что я еще есть. потому что когда он уже все испытал в жизни, он понимает, что такое жизнь, что такое. И он начинает любить жизнь не только потому, что ему подарки делают, не только потому, что ему комплименты делают, не только потому, что день рождения ему отмечают, но еще только за сам факт жизни. Вот эта бесценность чувства живого, это вообще-то достижение мудреца. Ты мудрец у нас? Даня заулыбался, конечно. Нет, Даня вообще очень рассудительный и, как говорится, не по годам развитый, это правда. Его рассуждения философские всегда меня поражают и радуют, когда мы с ним писали его предназначение, смысл жизни, миссию, то есть там такие глубокие познания ребенка, то есть даже ребенка не зовешь, он достает в этот мир, что себе берешь на галочку. Нет, его нельзя назвать ребенком, я себе даже на галочку всегда беру, потому что там изречение, вот, поэтому, как я всегда говорю, что вот ребята мои, да, то есть сфера роста, луч, я могу сказать, что для меня они выступают как учителя в большинстве случаев, задавая вопросы, на которые мне надо найти ответы, то есть получается да учусь больше, углубленнее, и вот чтобы им для них их эти дать, чтобы они могли в этот мир войти и, что называется, как раз помочь изменить его и сделать лучше. И вот все-таки хочется вернуться к вашей вот той замечательной методике, вот я, например, прям вот вам расписа два, вы сказали, говорят, здесь как раз раскроете секрет, как же вот лечь, спать, проснуться и вот, что называется, прозреть. Совершенные идеи, да, вот, допустим, мечта у меня, допустим, желание у меня или задача у меня, и вот я, например, использую методику, которая называется озарение по заказу, и получаю ответ желаемый на волнующий вопрос. Да, вот я вам хочу сказать, я сейчас начну приближать нас всех к ответу на этот вопрос, что же это за методика. Во-первых, для этого нужно понимать, что человек, когда размышляет о чем-то, у него есть страх за ошибку, у него есть чувство ответственности, у него есть, ну, у него какая-то обратная связь. если он, допустим, у него произошла невротическая ошибка, у него тревожность, и всегда, когда он о чем-то размышляет, он все время ждет какого-то негативного результата, негативный, говорят, генерализованная тревожность. Я как врач, психотеатр, и психотерапевт, и психолог, я лечу таких больных, и я им даю часть этого метода озарения по заказу. Я им объясняю, что нужно сделать, ложась спать, чтобы они нашли ответ, что им мешает хорошо спать. И они получают ответ, то есть они изобретают решение, но мы сейчас будем говорить вообще не о больных, но это я к примеру сказал, потому что я специалист по паникам. Это очень важно сказать, чтобы люди, которые не в курсе, чем я занимаюсь, понимали, откуда у меня эти идеи, и почему я изобрел озарение по заказу. Потому что я выводил людей из очень тяжелых, паничных состояний, я выводил детей и взрослых после терактов, Беслани, Кизляри, Каспийские, Волгодонские, Минводах и так далее в этих городах и учил потом психологов как из острого стресса выводить. Почему надо было их учить? Потому что психологи думали раньше, что в остром состоянии стресса человеку трогать не надо. Пусть сначала стресс немножко успокоится, когда человек начнет его слышать, психолога, тогда психолог его будет учить, как с ним работать с этим стрессом. А я как раз понял, что чем быстрее мы подключимся с помощью, тем меньше будет необратимых последствий. Потому что когда человек в остром стрессе, мы не знаем, чем это кончится. Поэтому чем быстрее мы начнем ему помогать. А теперь представьте себе, я сейчас приближаюсь к изобретению озарения по заказу. Теперь представьте себе человека в остром стрессе, который вас не слышит, что бы вы ему не говорили, а у него взрыв перед глазами или еще чего-то, вы ему говорите расслабься, а он глаза закрывает, а у него взрыв перед глазами или еще что-то. И никак он не может расслабиться. Как он расслабится? У нас же все методы реабилитации. Расслабься, думай только о хорошем. А как он может думать о хорошем, если у него мать убили или сына убили? Ну, вы извините, я просто должен это сказать. Так в этом положении, когда у него глаза его томны, туманов слезят, как у постановка написано, он заслабься всем. Вот в этом состоянии, как до него достучаться, как ему что сказать, невозможно ничего сказать, он ничего не слышит, он ничего не видит, у него только смерть в глазах, все. поэтому я придумал тогда подбирать не слова здесь, которые соответствуют его текущему состоянию. Вот его трясет сейчас, я говорю трясись. И он начал трясти сильнее, потом сел и стал со мной разговаривать. оказывается, если человек совершает осознанно то, что инстинктивно делает, если создастся связь между сознанием и его собственной природой, называется осознанное действие. То есть я сам предлагаю ему то, что он и сам делает. Вот он орет, я ему говорю ори. Он начинает орать сильнее и через это быстрее успокаивается. это новое слово. Раньше психологи этого не понимали. Они говорят, слушай, ты волшебник, что ли, как это получается, что ты за 40 минут человека уходишь из такого состояния. Я говорю, и да, и при этом ты ничего не говоришь ему, что надо делать, потому что они не видят и не слышат. Пока этому психологу не объяснишь, как я это делаю, он за кадром вот этот момент не видит. он видит, что человек орет, и все, он больше ничего не видит. Потом он видит, что человек перестал орать. А он не видит, что я ему сказал фразу ори. почему он эту фразу не видит. Потому что я ему не объяснил психологу, что если мы усилим действия, которые он делает инстинктивно через сознание, через вербальный аппарат, то мы гармонизируем этот уровень психологических, психических процессов и этот уровень. создаем там синхронизацию, то есть целостность. А целостность это здоровье в переводе. Таким образом, если ему хочется кричать, я говорю, кричи, хочется трясись, я говорю, трясись, хочется петь, я говорю, пой. Мало ли что человеку хочется в момент стресса. Хочется стихи читать, я говорю, читай стихи, мало ли человеку что хочется. А потом я говорю, слушай, если ты 10 минут в день или 5 минут в день дома у себя будешь делать, допустим, человек в интернете находится с паническими состояниями. Я говорю, если ты 5 минут в день, мы все родом из детства, это наш патриотизм, мы любим свое детство. Вспомни, что ты любил в детстве делать, что ты любил играть, петь песни, крутить холохоп, прыгать через козла, лазить по канату, дирижировать, что ты любил в детстве, 5 минут, кричать любил, что ты любил в детстве делать, трястись любил, 5 минут день, в удобное для тебя время, закрой двери, чтобы не подумали, что ты уже ту-ту, делай, что ты хочешь, что организм просит, дрожать хочется, дрожи, кричать хочется, кричи, за голову хочется схватиться, и вот так делай, делай, а ведь обратите внимание, люди так все и делают, когда у них тяжелое состояние, они так и делают инстинктивно, все, что я сейчас рассказываю, люди инстинктивно делают, метод ключ заключается в том, что я вот это, то, что люди инстинктивно делают, собрал все едино, рассказал, что люди делают, и говорю, подбирай то, что тебе удобнее, когда человек начинает подбирать то, что ему подходит, из этого самого большого ряда возможных вариантов, момент стресса, сам принцип подбора путем перебора этих действий развивает его мышление, и он становится изобретателем, вот я уже приближаюсь к теме нашего разговора, что если вы будете как дети, а это у вас не отнимешь, потому что вы все, мы все родом из детства, это наш патриотизм глобальный, это самая прекрасная пора, любимая пора, если вы будете вспоминать, что вы любили делать в детстве, машинки там водить, водить самолет, там что вы любили делать, какие игры играть, кричать, плакать, петь там и так далее, стонать, ну что вы любили, что вы делали, вам сейчас что хочется сделать, закройте дверь, чтобы вас никто не слышал, не видел, и выпустите этот свой пар, это называется обнулиться, обнуление, совершить действия с синхронной текущему состоянию в моменте, если вы так выпускаете пар, вы приходите к нулю, а нуль это что такое, это состояние безмятежности, это состояние нулевое, это состояние нейтральное, это состояние безмятежное, это состояние бывает такое, когда ты глубоко задумался, или когда ты лежишь на речке, или на травке, и смотришь как облака плывут, и ничего оно-то не трогает, это состояние, когда эмоции проплывают, и никак не связаны с вашими действиями, с мыслями, это состояние, когда вы свободны, вот я вам рассказываю, что такое нирвана, я вам рассказываю, что такое ноль, я вам рассказываю, что такое то, что Тесла называл абсолютом, это состояние безвремения, это состояние вечности, это то, что люди иногда называют всевышним, это то, что есть вот, что называется Брахман, есть Атман есть Брахман, Брахман, а в индийской философии Атман есть Брахман, когда нету страхов, комплексов, шаблонов мышления, подражания нет, авторитетом, когда ты свободен от эго, поэтому говорил Будда о нирване, нирване это что такое, и почему Будда, почему буддизм, буддисты дружат с наукой, почему с учеными они общаются, потому что буддизм на самом деле это не религия, это философия, они поэтому с учеными общаются, конференции устраивают международные, да, я тоже должен был поехать, но у меня травма раньше получилась, но вопрос в том, ноль это состояние безмятежности, а хаос мысли, страх бун это шторм, и вот мы берем градусник напряжения виртуальное, вот это 10 это ноль, сами себя измеряем, вот данный момент, в каком мы находимся вместе, вот допустим я нахожусь здесь, ну это хорошее состояние, это хорошее состояние, а вот это если я не могу сосредоточиться, если мысли крутятся, я никак не могу собраться, я не в своей тарелке, это хаос, это порядок, если я буду пользоваться время от времени этим виртуальным градусником напряжения, допустим, лечу в самолете и представил, какой у меня уровень напряжения, если я мысленно представил, что я рычажком его снижаю, я могу обратной системой связи воздействовать сам на себя, этим образом представлением снизить у себя волнительность, ну это мы приближаемся, а суть заключается в следующем, что для того, чтобы делать изобретения по заказу, то есть озаряться по заказу, надо научиться в первую очередь обнуляться, а дело в том, что один очень выдающийся изобретатель, у которого больше всех, официально, у которого больше всех изобретений на планете Земля, официальных, в самых разных областях, он сказал, что если человек решает какую-то задачу и при этом знает абсолютно точно, что она решаемая, то он ее решает, то есть если он не противоречится своим собственным подсознанием, поэтому в первую очередь, чтобы человек мог озаряться по заказу, ему надо научиться выходить на нулевое состояние, то есть сбрасывать стресс и в этом нулевом состоянии помечтать, что любую задачу, которая у него возникает в жизни, он решит, чтобы у него была дорога к решению, потому что человек не решает многие проблемы только потому, что он не уверен, что он их может решить, и поэтому находится какой-то советчик, наставник, гуру, учитель, который должен ему подсказывать, как жить, а человек сможет сам найти, озариться, что и делают выдающиеся мыслители, они этим и пользуются инстинктивно, это же не я придумал, я просто подсмотрел у природы, это происходит у всех у нас в разные моменты в жизни, мы все иногда вдруг озаряемся, мы все иногда вдруг понимаем, мы все иногда вдруг чувствуем, как надо решить вопрос, мы еще не решали его, но мы знаем, что ответ есть, и вот когда мы знаем, что ответ есть, путь открыт, через час-два или через день-два вы выспитесь и вдруг проснетесь и у вас решение, и вы подумаете, слушай, как это, два дня назад я мучился, не знал, где деньги взять, а теперь я знаю, где деньги взять, надо открыть свои таланты, развиваться в своих возможностях, заниматься любимым делом, делать его лучше других, потому что я люблю это делать, и тогда, когда ты становишься необходим для людей, они тебя начинают и хвалить, и просить советов, и даже платят тебе деньги, но это называется найти свое место под солнцем, потому что ты занят любимым делом, действиями, соответствующими твоему состоянию и твоим мотивам. То есть ты патриот самого себя и своего дела. Об этом мы и говорим. Через творчество, через любовь, через того, что мы помогаем этому миру, мы помогаем людям, я всегда говорю, когда ты делаешь добро, то есть что называется, жизнь тебе платят аплодисментами, аплодисменты бывают разные, то есть включая денежного эквивалента, то есть именно вот этого, когда ты ждешь, ты это тогда и получаешь. Вот теперь смотрите, что интересно, нас сейчас учат всех, если ты умный, где твои деньги? Да. А это же глупость полная, потому что человек, чтобы заработать честно, он не должен красть, потому что я, например, не знаю ни одного миллиардера, который стал честным миллиардером у нас в СССР, не знаю, но пусть поднимет руку, кто знает, что этот человек стал миллиардером, честно, не прососавшись в трубе какой-то олигархов, другого олигарха, третьего, не войдя куда-то в подлизывание, не продав себя, ну то есть, ну честно, вот так вот, я не знаю, я же дружил с первыми миллионерами СССР, с Тарасовым, с другими, я же их близко знал, они просто привозили на рынок, который в СССР был пуст, первые догадались привозить кубики, чтобы бульоны делать, ну там рекламу сделают, и говорят, хочешь быстро сделать бульон, ну пожалуйста, вот тебе кубики, купил кубики в магазине, размешал как коктейль, через пять минут у тебя суп, и продавали, потому что рынок был пуст, а чем больше и больше рынок заполнялся, тем труднее и труднее становилось таким быть миллионером, таким простым способом, да, и поэтому зато иначе конкуренция большая пошла убивать друг друга начали и так далее, ну что-то происходило, вы же знаете, что у нас происходит. Так вот вопрос, честным миллиардером можно стать, не украв ничего ни у кого, в стране, где законы каждый день меняются? Я думаю, что нет. Поэтому единственный способ, чтобы зарабатывать деньги, честно, чтобы тебя не прихлопнули завтра твои конкуренты или там какие-то завистники, это раскрывать свои способности, данные тебе природы, а другие называют данные тебе Бога. То есть раскрывать те таланты, которые нам даны от рождения, то есть мы родились с ними, просто нужно, и вот как раз ваш метод ключ, это самопознание, саморазвитие, самоконтроль, то есть действительно у нас от природы есть все, чтобы мы могли себя успокоить, найти то место, которое тебе кайфово, только нужно действительно уметь, у нас же два состояния, либо бей, либо беги, а вот это нулевое замри, подумай, и вот как раз уйди в это нулевое состояние, уйди от одной эмоции, от другой, замри, а мы нет, а мы все бежим, бежим, как будто опоздать, поэтому я говорю, надо замереть к нулевой точке, и как раз вот и вся вот это вот внутри мне нравится у остеопатов есть они такой тезис или не знаю это может быть девиз внутренне управляет внешним, внешне управляет внутренним, то есть когда вот этот ты баланс создаешь это самое общее правило, что большое, мало, мало, большого германефтика, это общее мистика занимается, это общее правило всех, кто магией занимается, это общие правила такие эзотерические и то же самое врачей остеопатов внутренне внешне, внешне, поэтому и говорится о том, что они взяли из общих правил да, да, поэтому вот оно есть, То есть, когда мы научимся перестать либо бежать, либо догонять, а просто научимся останавливаться, вспоминать о том, что внутри нас живёт вот этот вот замечательный ребёнок, который любит то место, в котором он кайфовал, доставать изнутри себя то, что нам дано действительно Богом при рождении, все эти потенциалы, не подсматривать глянцевые журналы и тыкать пальчиком, а вот там красиво, но оно может противоречить твоему внутреннему я, как сказала сегодня Ильюра, да, говорив о том, что вот моё внутреннее я, да, то есть, и оно действительно нужно его найти, это внутреннее я, чтобы идти дальше, чтобы не бежать, как волк за зайцем. А я это что? Человек это что? Это творец? Это да. Творец, поэтому тебе нужно открыть свои творческие способности. Причём творец в полном смысле слова своей жизни. Конечно. Поэтому говорят, судьба играет человеком, а человек играет на трубой. А вот чтобы вы играли не только на трубе, но могли управлять своей судьбой, надо быть, говорят, последние годы осознанным. Осознанным. Ну, это уже есть то, о чём мы сейчас говорим. Как быть? Да, только мы расшифровали. То есть, как это нужно делать? Перестать бежать, перестать догонять, перестать прятаться. Просто. Мне кажется, Юлечка, мне кажется, нам вот понятия эти ещё надо определить. Ну, это, конечно же... Мы же можем ещё разочек через недельки по-другому встретиться. Кто хочет ещё увидеться с нами? Давайте спросим, да. Да, кто хочет ещё с нами увидеться? Чтобы не было озаряться по заказу. Чтобы могли озаряться по заказу. Да. Отлично. А взрослые? Ну, руки поднимите. Хотим, хотим, хотим. И в конце концов... Изобретение озарения по заказу могли использовать реально. Мы должны прийти к определению понятий. Я думаю, что надо прийти, наверное, к понятию осознания. Давайте в следующий раз, Хасай, наверное, возьмём тему и попробуем всё-таки к общему прийти знаменателю, что такое осознание. Потому что в действительности начинаешь говорить с людьми, и у всех понятия осознания настолько, то есть, как бы запутанное. Правильно, правильно. Можно я с тобой одну вещь? Можно? Да. Одну вещь. Американский фильм смотрел. Потрясающе. Значит, там был воришка и полицейский. Полицейский за ним всё время гонялся. И никак поймать не мог. Они оба автогонщики. Ну, так получилось. Да-да-да. И вот, значит, этот воришка в какой-то момент, вот там был такой момент интересный, когда, значит, пропасть, пропасть, и этот воришка перелетел в пропасть, а этот над пропастью остановился. И потом они встретились, они пьют пиво, а этот никак его не может в тюрьму посадить, потому что, ну, там аргументация. И он говорит, слушай, открой мне секрет, как ты это перелетел. Они оба автолюбители, они просто с ума сходят, они очень любят вот это. Он говорит, да я тебе сейчас открою секрет. Он говорит, как? Перед тем, как, говорит, как вот пропасть, дай полный газ. Он говорит, слушай, а ты почему мне открыл этот секрет? Он говорит, потому что ты и так к этому придешь, если будешь стараться. А если ты трус, ты на газ никогда не нажмешь. Поэтому самое главное, чтобы научиться управлять своим состоянием, это обнуляться, чтобы научиться снимать борьбу. Это со страхом. Да. Стрессом. Поэтому, если вы хотите, мы еще об этом поговорим, об осознании. О осознании. Я себе записала. Тема осознания. Да, и вот через одну-две встречи, друзья, мы сможем, ну я-то это делаю постоянно, мы сможем по заказу озаряться. Как все великие люди, изобретатели, так и делают, как и вы делали иногда. В детстве. Можете делать надежно в любое время и в любом месте. Вот в чем разница. Вы всегда это делали, но спонтанно. А через науку мы переходим к тому режиму, когда то, что мы раньше делали спонтанно, мы можем делать по своему желанию, по своей воле, надежно и всегда, когда хотим. Поэтому озарение по заказу, а не просто озарение. Вопросы есть? Да, задавайте. Вот интересно, это больше мальчиков интересует, или больше девочек интересует, или это не важно? Интересует что? То есть умение входить в это состояние? Да, озаряться по заказу. Там ходить никуда не надо, там надо наоборот выходить из стресса, выходить из страхов, выходить из комплексов, стереотипов. Пишут, здорово озаряться по заказу, жду, говорит, следующей встречи. То есть люди просят уже следующую встречу. Я просто настаиваю, как говорят иногда, чтобы действительно это было не навязано. Потому что... Нет, нет, пишут, пишут, что хотят, хотят тоже, ждут, ждут. Уже начали, вот, да, хотим, хотим. Уже начинают кидать даже, накидывают, что такое сознание, сознание. То есть уже начинают появляться какие-то эти самые уже... Поэтому, если интерес есть, у меня есть к вам просьба. Поскольку я абсолютно знаю, что ваша школа, эй, моя, наша школа, вот, человек будущего, хомофутурус. Хочу, чтобы кто еще не знает, человек будущего, это человек, который со скоростью инстинктивных реакций выживания генерирует неординарные решения, адаптации в условиях неопределенности, с рисками опасности. То есть человек, который быстро соображает, при этом имеет трогательное сердце. То есть нормальный человек, сопереживательный, способный любить, все, о чем мы говорили. Но при этом быстро соображает. То есть с развитым мышлением. Потому что наша школа пытается научиться переводить инстинктивные реакции в осознанные действия. Поэтому прошу вас, для кого это все не безразлично, поскольку мы дружим для нашей школы, вы, пожалуйста, раскидайте по своим группам, по своим сетям, про нашу школу тоже. А мы это делаем про вашу школу. Конечно. Будем, как говорится, дружим домами. Да, дружим домами, но для чего? Обязательно. Чтобы больше не узнало, как снимать головную боль, как снимать зубную боль. Как лучше... Чтобы меньше таблеток пить. Меньше таблеток пить, чтобы были более здоровые, как говорил святой Франциск, чтобы люди любили друг друга, были здоровые. Да, друг был Христа. Когда его распинали, говорит, скажи свое желание последнее. Он говорит, хочу, чтобы люди были здоровые, любили друг друга. А мы занимаемся этим. Только через науку. Или как служебный роман, говорит, скажите тос, пусть будут все здоровы. Хороший тос. Давайте за это выпьем. Правильно, правильно. Да, друзья. Поэтому позвольте сказать вам по-человечески, как я вас всех люблю. Если бы я не видел перед собой пациента своего в лучшем состоянии, чем он сейчас есть, я бы не смог ему поднять, помочь подняться. Если бы я человека не любил, не был бы человечным, то я бы не мог помогать, я бы никогда не додумался до школы человек будущего. А у нас таких участников, как я, очень много. Я всех познакомлю между собой. Сегодня я был счастлив с вами поговорить. И мы тоже с вами. Как всегда, встреча была плодотворной. Я всегда рада за такие встречи, рада наших созвонов, то, что мы переписываемся. Это бесценно. Вот, то, что вы даёте, говорите. И вот это вот тепло, доброту, которую мы сегодня постарались, что называется, подарить частичку любви всем вам. Вот. И до новых встреч. Я вам в следующий раз ещё раз покажу вот это, потому что озарился по заказу, чтобы подать эту новую методику, новую философию именно через физкультуру, а не через психологию. В здоровом теле здоровый дух. Да. Через физкультуру. И мы с Анатолием Петровичем Матвеевым, который выпускает эти учебники. Будем делать новую встречу с его студентами. Я его попрошу потом, чтобы каким-то образом мы пообщались. Обязательно. Обязательно. Мы сохраним разум на планете, друзья. Да. И будет мир во всём мире. Как сказал Даня в самом начале, что патриот это тот, который хочет мира во всём мире и любви. Даня, ты просто красавец. Да. Я для того, чтобы было немножко метафорично и лирично, скажу, что настоящий патриот. Аплодисменты. Хочет мира во всём мире. До встречи, друзья. До встречи. До свидания всем. Спасибо большое, что вы были. Спасибо, сердечно Юрия. Спасибо и всем спасибо. Я хочу сказать. Скажите, кто там хочет. что не вышел. Свои впечатления. Пожалуйста. От сегодняшнего дня. Эльдар, говори. Немножко завис. А вон я вижу наша Анна, Анна, Анечка. Анечка, привет. Наш математик. Я уставший. Не хочу. Слушал немного. залезать. Слушаю. И у меня даже не закрываются глаза, как тогда. Мне очень понравилось. спасибо. Спасибо большое, Эльдар. Спасибо. Вам очень приятно. Спасибо большое. Спасибо всем. До новых встреч. Как говорится, мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам до свидания. Юлечка, я вам очень благодарен, что вы познакомили нас с такими чудесами. Подростками, да. Пока-пока-пока. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Всем счастливо. Доброй ночи всем. Все, пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока, Дань. До свидания всем. Так. Куда надо нажимать, я не знаю. Аминь? Так. Пока-пока.